Рой Джонса, смотрел ли ты этот бой и как тебе он? Да, смотрел, мне он особенно был интересен. Я думаю, что мои такие преданные болельщики, наверное, смотрел этот бой, думали, что когда-нибудь мы тоже Хабиба такой видим. Сколько им? За 50 обоим, по-моему, Танисену 54. Но смотрелось интересно, потому что его болельщикам было интересно посмотреть. И для меня лично было интересно. Я утром проснулся и посмотрел этот бой. Даже не знаю, у меня такое двоякое чувство к этому бою. Даже не знаю. Но они заработали денег, как они говорят, они потратят большую часть этих денег с этого гонорара на благотворительность. Это тоже мне нравится. Много таких положительных эмоций было. И мне понравилось, что они особенно друг другу такой большой урон не нанесли. Подвигались, вышли такой, как в спарринг. Те претенденты, которые сейчас есть, ты их выигрывал. То есть они не могут с тобой даже конкурировать. Единственный человек, с кем бы, я думаю, что было бы денежный бой, это Флойд Майвезер. В чем вообще сейчас стадия вот этих переговоров? Насколько я знаю уже, были же разговоры об этом бою? Да, были разговоры. Так как он не побежден, я не побежден. Я думаю, разговоры и будут. И я думаю, разговоры будут, потому что каждый раз, когда я дрался, это как получался, как сериал, там, да, интересный, там, бразильский сериал, который там, бах, и он закончился, короче. И люди хотят, вот, продолжение сериала, да, так скажем. И очень много недовольных, что я закончил, там, в 32 года на пике, там, и так далее. Ну, что делать? Всем угодить мы не можем. Всем угодить мы не можем. Иногда свои планы, свои интересы выходят на первое, так скажем, на первое место. Отлично. Вот по самым... Относишься к кулачным боям, которые в Америке, они в Баранак ЛФС официально легализованы, в России они пока так разбросаны, и к ним многие относятся, как к такому кровавому спорту. Не думаешь ли ты, что в Международном Олимпийском комитете именно так относятся к ММА сейчас? Скорее всего, да. Скорее всего, да, может быть. Но они потихоньку набирают популярность, но на самом деле это такой кровавый вид спорта, и я бы не назвал бы даже это видом спорта, потому что ты дерешься практически, там, не практически, а без перчаток. И вероятно, что ты получишь травму очень высокое, очень высокое. И не знаю даже. Когда у тебя есть перчатки, когда у тебя есть кентусы, там, процент, там, сетчик, там, и так далее, очень низкий. Я думаю, что, ну, они в последнюю очередь думают о здоровье, в первую очередь они думают о просмотрах. А просмотры там хорошие, потому что людям всегда же интересно и спокойно веково, это всю жизнь так было. Как двое выходят и рубятся на кулаках, это же такой, можно сказать, самый старый вид спорта. Всю жизнь люди там между собой конкурировали, мужчины дрались. Так что, не знаю, но мне лично это не нравится, честно сказать, потому что кулачные бои, она же по-любому как-то связана с ММА, и из-за этого бросается такой тень на ММА. Продолжение следует...